Здравствуйте! Имя Владимира Шустова, актёра, режиссёра, обладателя почётного знака Мадениет Кайрат Кире, широко известно не только жителям нашего города, но и многим другим за его пределами. Говорят, что это артист от Бога. Вот уже 50 лет Владимир Ефремович не расстаётся с театром, и сегодня он с нами. Здравствуйте! Здравствуйте! Многие мальчишки мечтают в своём детстве стать космонавтами. А кем мечтали стать вы? Артистом. Сразу с детства? Сразу с 5 лет. Как помнить, стал себя, как в театр начал ходить, так и стал. Мечта о театре. У меня тётенька моя работала в бухгалтерии, в Кизиловском театре. И меня прочили сразу, это будет герой-любовник. Я маленький, хорошенький был. Не то, что сейчас. А когда вы впервые попали на сцену? Мы жили в деревне, маму поселили нас. Первый этаж занимали мы, а второй этаж директор колхоза. И вот как только кто-то в гости приезжает к нему, Мария Павловна, можно Вову, пусть поёт нам. Особенно он любил эту... Ой, господи. Сейчас вспомню. Россия – родина моя. И вы пели песни на вечерах? Да, и в концертах я много пел очень. Потом в школе, когда уже учился, меня вообще по всей Пермской области возили с концертами. А дальше, после школы что? Вы поступили в театральный? Нет, я ничего не заканчивал до определённого времени. Меня сразу забрали в труппу театра в Кизиле. В 17 лет, как я закончил школу, и всё, я попал сразу в театр. То есть это была ваша судьба? Да. Вот просто должно было так случиться, и оно случилось? Была мечта, она исполнилась. А в каких театрах приходилось играть? Ну, начал я в Кизиле, потом в Ташкенте работал сезон в Тюзи. Ну, там мне не понравилось, потому что детский самый в основном репертуар скучноватый был. Да ещё тем более, если вот брать Алматинский Тюз, то они работают и утром, и вечером. А почему-то Ташкентский работал только утром, то есть на детей. Вечерних для взрослых не было спектаклей вообще. Я сезончик поработал, думаю, не, это не пойдёт, я вернулся в Джамбу. А потом в 84-м году меня пригласили сюда. И вот до сих пор я служу этой сцене. Столько лет? Да. А какие роли были сыграны и сколько их было? Ой, разве можно сосчитать? Ну, самые любимые. Ну, самые любимые у меня это была серьёзная первая роль, которую я сыграл. Кстати, премьера была здесь у меня в Петропавловске в 69-м году. Это «Жизнь и преступление» Антона Шелеста. И ещё очень любимая роль была здесь, уже в этом театре. Это «Агент 00» Генриха Боровика. А какие вам нравятся больше играть роли? Характерные, комедийные, может быть, трагедия? Всякие. Ну, себя чувствуете в какой роли гармонично? Ну, в трагических я ещё не пробовал, а в комедийных это моя стихия. Есть такое выражение, говорят, что актёры, они не только на сцене, но и в жизни. Правда это или нет? Ну, есть актёры, которые любят поиграть. Особенно в жизни. Меньше, чем на сцене. Я только на сцене. Дома вы такой, какой есть? Естественно. С друзьями, знакомыми. Это нет. Это я не понимаю. Сцена есть сцена. Там играй на здоровье. А зачем играть? Ещё в жизни кого-то изображать. А есть у вас какой-то кумир? На кого бы вы хотели быть похожим? Из певцов? Мой самый любимый – это Магомаев. А из актёров – Евстигнеев. Почему Евстигнеев? Потому что вот актёрское дарование, которое очень разное, понимаешь, может разным человеком быть совершенно. То есть перевоплощается потрясающая органика у человека. А как вы считаете, вот ваше мнение, как заслуженного артиста, который уже много лет в профессии, на сегодняшний день актёры такие же глубокие, как это было, например, 30 лет назад? К сожалению, нет. А почему? А потому что сегодня та школа, те педагоги, которые преподавали, допустим, нам, их нет сегодня. Немножко пришла другая плеяда преподавателей. И отсюда немножко, ну, какое-то, как бы тебе сказать, какое-то несерьёзное отношение, понимаешь? К профессии. К профессии. Так, похоти. А может быть такое, что человек просто идёт по улице, вот вы увидели его красивое лицо и говорят, а пойдём что-нибудь сыграем? Вот такое может быть или нет? Или всё-таки надо учиться этому? Нет, бывает, что одарённые люди прямо с улицы приходят. Причём наша история театральная знает много таких актёров, которые не имели вообще никакого образования театрального. И стали видеть это Пуговкин, пример. Ну, ещё много. Сейчас не буду вспоминать, но многие-многие. Так что, если, говорит, актёром нельзя стать, ему надо родиться. А вы, когда выходите на сцену, вы до сих пор волнуетесь? Нет. Почему? Как, не знаю. Я не волновался, как только пришёл в театр. Всегда удивлялись, говорит, Шустов, говорит, скромный человек, вот так мальчик ещё, я ещё 17 лет, такой весь воздушный. Говорит, ну, выходит на сцену, но наглееется. Потому что вот актёрская наглость, говорит, это самое хорошее качество. А так вроде не подумаешь, что он это самое. Это всегда режиссура и директор наш, бывший мой первый, отмечали такую это самое. Что волнения вообще нет. А бывало такое, что вы текст забывали на сцене? Как вы выходили из этой ситуации? Они как партнёры выручали. Не шутили над вами партнёры в процессе диалогов? Нет. Но обычно в молодости я вообще никогда такого не был, чтобы я забыл текст. Я мог за два часа почти выучить 40 страниц текста. Потому что иногда бывали срочные вводы, у нас был такой случай. Прибегают, говорят, не пришёл актёр. А он в главной роли, там под 40 страниц текста. Я раза три-четыре прочитал. Ну и правда мне за кулисками стояли. Мало ли что, говорю, если вдруг у меня мхатовская пауза, подсказывайте. Вы не только талантливый актёр, но ещё и режиссёр. А каких спектаклей? Ой, там это целый список. «Ревизор», «Дамы и гусары», «В день свадьбы». Особенно я люблю ставить сказки для детей. А я детей люблю. У меня внуков много. И вообще это вот фантазия, где может проявляться это в сказках. Режиссёрская, актёрская. И я учился на сказках. Ну вот вы сказали, что не очень любили играть в тюзи, а вот сказки любите. Играть не любите, а ставить сказки любите. Да, потому что в тюзи там не было, чтобы всё время сказки. Там были раньше РВС, допустим, да. Вот такие спектакли революционные, направленные на идеологические. Идеологические, да. А сказки ставить люблю, потому что тут фантазии море. Выдумок, придумок, всё что угодно можно. А какая самая интересная для вас была сказка? Самая интересная сказка, я её, правда, здесь так и не поставил. Вот, это о тех, кто любит. Великолепная сказка Антокольского. Чудесный материал, красивейший. Если его ставить, он затратный, но это материал. О любви мальчика, молодого человека, Бара и Ланни. Там остроголовый колдун, его брат, кривоглаз, горячая, холодная красавица, колдунья. То есть сказка шикарнейшая. Но. Но, может быть, ещё впереди? Ну, поживём, увидим. Как работает вам в качестве режиссёра со своими коллегами-актерами? Как меня учили, так и я их учу. Свобода. Я всегда даю свободу актёрскому мышлению, фантазии. Если что-то подсказать, моя задача только направить в нужное русло. По смыслу автора, по сюжету. А характер, я говорю, ребятки, вы ищите сами. Скажите, а существует дружба между актёрами, как вы считаете? Или это всё же конкуренция? Нет, это не то, что конкуренция, но и дружба-то особая. И у меня, например, только в начале моей творческой деятельности была дружба, и то дружба уже с маститыми актёрами. Потому что я всегда учился на ком-то. Брал, о, у этого надо взять вот это на себя, у этого вот это возьму. Ну, у Саши Казачка, у героя-любовника у нас красавица, был мужчина. Думаю, о, хотя по моему росту я не герой-любовник. Тот-то был красавец, действительно, по два метра роста. Мы знаем, что вы снимались в кино. Расскажите об этом поподробнее. Ну, поподробнее. Это Макжан фильм. Приезжали в студию, здесь была, снималась. Там эпизодик небольшой у меня. Следователи НКВД. А более серьёзная работа – это к юбилею Дня Победы два года назад снимали фильм «Приказ вернуться живым». Это образ героя Советского Союза. И как вам именно процесс съёмки в кино? Процесс, ты знаешь, он процесс необычный, это всё время кусками. Всё время то с одного места переезжаем на другое, с одной квартиры на другое, то есть разные съёмки. То в школах мы снимали там встречи с детьми, ветеранов, значит. Ну, в общем-то, особой какой-то задачей, чтобы непонятного было для меня, допустим, как в кино, я не ощутил. Снимался нормально. Скажет режиссёр, здесь сядь, сюда повернись, вот это скажи, пожалуйста. А в конечном результате понравилась работа на выходе? Да. То, что увидели. Это Хабар снимал в Алмате. Фильм очень хороший, советую посмотреть. Военный. А всё-таки где интереснее, в театре или в кино? В театре, конечно. Почему? А потому что, видишь, это мотор. Не понравилось что-то, стоп, пересняли, стоп, пересняли. В театре такого? А там уже идёт. Переснять невозможно. Переснять невозможно. Это как в жизни, да? И ощущаешь дыхание зала, зрителя, аплодисменты и прочее. Недавно состоялся ваш бенефис «Жених по неволе». Расскажите о нём и для какого это зрителя? Ты знаешь, определить для какого, наверное, невозможно. Это, ну, конечно, не для детского сада, не для сказочников. Но уже где-то с класса седьмого это взаимоотношения детей и родителей. Ну, рассказывать про спектакль – это неблагодарное дело. Лучше посмотреть, я думаю. Но вы остались довольны своим бенефисом? Да. Всё получилось? Всё получилось. Все хорошие друзья, знакомые пришли поздравить. Особенно моя старая знакомая, которая уже знакома очень довольно близко, это Александра Иванова, которой мы знакомы 30 лет уже. Я, когда что-то, ну, личные были, это самое, обращался к ней, нам всегда помогало. Партию вспоминаю нашу, Петропавловскую, с уважением. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а у театра есть ещё будущее или мы все уйдём в интернет? Нет, не уйдём в интернет, потому что театр живой всегда останется. Я служу даже вот сейчас по нашему театру. Казалось, вот взлёты бывают, падения, думаешь, ну, всё, что-то куда-то мы скатываемся. А зритель хочет ходить в театр и ходит. Интерес не пропадает у зрителя, а это самое главное. А расскажите немного о ваших детях. Они продолжили вашу профессию? Нет, никто не продолжил. Старший сын Антон, он в Таганроге, в Ростовской области, там у него трое детей, вот, и он занимается, он в бизнесе, там родственники занимаются, он, бани у них там, сеть бань в Таганроге, банщик. Ну, вот, здесь второй сын здесь живёт, он занимается автомобилями, авторазбор у него. Совершенно далеко всё, даже не творческие. Абсолютно. А хотя бы внуки творческие? Я бы не сказал. Когда маленький Артёмка здесь, который живёт, он очень любил сам, он выходил даже на сцену несколько раз, его занимали в спектакле, там мальчик, надо было выходить. Вот. А сейчас нет. Он занимался каратэ, ой, каратэ, говорю, токвандо, вот, огромное количество медалей. И по России занимал, и здесь. И вот сейчас уже бросил, сейчас занимается баскетболом. Спортсмен. Угу. А как вы отдыхаете? Ну, отдыхаю три года, года подряд был в Турции. Любите море? Да. Особенно люблю Турцию. Почему именно Турцию? Не знаю, потому что вот по тому отношению Турков к нам, вот не знаю, может, кому там, по-разному люди судят, кому-то нравится. Нас принимали как, или так попадало, как это самое, лучших гостей. Ну, ещё, какие ещё увлечения мои? Это, основное, это рыбалка. Как только свободное время, я удочки, стульчик на спину и на ишим. А почему вы любите рыбалку это такое? Знаете, вы вообще человек, если творчески работаете в театре, вокруг вас всегда люди, 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 в зале люди. Значит, вы хотите немножко отдохнуть? Конечно, люди тоже надоедают. Хочется едини с природой, с водой. Ой, когда тишина, водичка журчит, рыбка клюёт. И как свободное время на рыбалке. И у меня мама заядлый рыбак была. Я с мамой жил, без папы. И она заядлый, и дядя у меня был, дядя Петя, тоже рыбаки. Они мне с детства приучили лес, грибы, рыбалка. Вы в жизни своей счастливый человек? Да. А что для вас счастье? А счастье у меня стало, когда я пришёл в театр, когда меня взяли в труп. Это вот самый знаменательный и счастливый день в моей жизни был. И много-много лет уже это всё продолжается. Спасибо вам большое, Владимир Аферимович, что вы сегодня пришли к нам в гости. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова